Итак, дорогие друзья, сегодня будем работать с Владимиром Орловским. Что значит будем работать? Приходит когда ко мне человек, что вообще я делаю? Вот сначала прочитаем, что написал Володя. Володя написал, правда сейчас я учусь на очных курсах, мы там изучаем Django и FastAPI, но я там ничего не понимаю, слово совсем, мне кажется, что это все невозможно понять для меня. Максимум, что я смогу достигнуть, это не сильно сложное функциональное программирование. Мы не будем сейчас делать выводов по FastAPI, я поясню чуть попозже. Сейчас бы, Володь, вам будет первое задание. Нам надо разобраться, нам надо разобраться, ваш уровень знаний, что вас тормозит. Будет вполне понятно, почему, что вы не понимаете и что с этим делать. То, что все у вас получится, можете не сомневаться. Вы можете посмотреть и понять некоторые простые вещи. Ну, например, если вы зайдете на YouTube и, например, возьмете некоторые видео, вот внизу, они как раз там, да, которые где-то с последних. И вот посмотрите, где вы видите, там, Михаил. Человек пришел полный ноль. Вы увидите, насколько сложный код он пишет. Тем не менее, теперь вы поймете мой подход, когда человек говорит об API. Вот Андрей, да, если вы посмотрите его код, то вы скажете, так, о, он круто пишет. Да, это действительно так. Но я Андрею сказал, если вы собираетесь работать с API, это значит, у вас должно быть свободный подход к любому языку. Поэтому, конечно, здесь уровень сложности. И у вас все получится. Ну что ж, давайте к делу. Я скажу свое слово после самого задания. Теперь пару слов по API. Что такое Fast API? Мы взяли этот фреймворк. Сейчас мы его устанавливать не будем. Это когда нам надо просто написать отдельный программный интерфейс, в котором просто легко делать API. Иными словами, что с этим может происходить? Пользователи смогут, например, управлять своим профилем без проблем. В любом там, в мобильном приложении, в дископном. То есть все это будет передаваться через API. С другой стороны, Володь пошел на курсы. Неплохо, я ни в коем случае не обсуждаю. Но надо было бы задать правильные вопросы. Если все-таки мы изучаем с Django. Конечно, можно и Fast API с Django. Там некоторые объясняют разную чушь, что надо там побыстрее. Единственный плюс Fast API, что он прост очень. Значит, если задать вопрос, есть ли мне все-таки надо Django ORM. Django ORM к базе данных, удобный доступ. То, конечно, есть две другие библиотеки. Это Django Ninja. Очень простая библиотека, которая прекрасно интегрирована с Django. Мне она нравится. И есть Django REST framework. Его многие не любят, хотя я его буду давать. Но он, будем говорить так, Люди считают, что он сложноватый. Но вот он делает поистине крутые вещи. Действительно крутые вещи. И тут работа все-таки с API и с админкой, и с другими вещами. Здесь есть тонкая настройка довольно серьезных интерфейсов. Хотя, все зависит от программиста. Можно сделать с любым из этих трех фреймворков все, что угодно. Но все-таки с Django лучше выбирать то, что уже интегрировано. А вот если взяли, допустим, Togo, например, то с одной стороны, почему бы не взять Fast API? Если взяли Togo, то можно было взять там и Fast API, действительно. И взять и сделать этот интерфейс. Итак, Володь, ну, хоть побывайте в святая святых в исходном коде Fast API. Мы откроем, я сразу, если вот человек опытный, он удивится, да, скажет, что да, это уже неплохо. Почему? То есть, понятно, что взят промежуточный слой по пункту Django, это будет круто. То есть, можно работать с чем угодно. По сути дела, что это такое? Это, если проще сказать, слой перехватчик. Ну, например, смотрите. Вот у нас сайт, да. Вот момент, когда мы нажимаем, вот, обновить, да, но в данном случае будем считать, вот мы только ввели адрес, и вот мы нажимаем кнопку. В момент нажатия кнопки, когда идет запрос, Mildware уже отработал промежуточный слой и сделал свою работу. Иными словами, таким образом, эта вообще технология очень крутая. Был недавно парень писал, он там хочет свои вещи сделать довольно крутые. Ну, не буду выдавать его секреты, потому что там такая, какая-то серьезная своя тема. Но смысл такой, что если нам надо какие-то события отслеживать именно конкретные и индивидуальные. Ну, например, там мы работаем с камерами, да. Вот хотим, по-простому говоря, да, вот у нас есть там животное в природе, вот как фотоловушки, да, допустим. И нам надо отслеживать определенные моменты. То мы можем настроить промежуточный слой таким, что он будет выбирать только те моменты, которые надо, и срабатывать. И так можно все, что угодно сделать. Вплоть там и дома что-то, какие-то вещи. Например, какая-то дверь открылась и промежуточный слой сработал. Очень полезная вещь. И когда мы открыли вот этот момент, да, в Fast API, то увидели этот слой. Так вот вам первое задание, которое, это не значит, что вы его должны выполнить обязательно, да. Это занятие, это задание для вас будет сложное, да. Но я даю и сложные, и простые задания. Нам надо принять ваш уровень. Открываете двор. Открываете. Здесь, конечно, будет WSGI. Здесь будет HTTP. Ну, давайте возьмем файл, которым есть немножко кода. Здесь пока нет. Здесь мы можем только ориентироваться на импорты. Redirect. Это не очень сложно, не очень интересно. Сейчас найдем чего-нибудь. Угу. Нет, я кое-что другое увидел, что будет получше вам дать. Модель. Более понятно, да, по крайней мере. Вот это файл. Значит, какова ваша задача? Здесь будет простая задача. Просто расскажите, что вы понимаете с этого файла. В чем есть замысел? Вы можете опираться на документацию. Это первая часть вот этого задания. Здесь, сейчас дам вторую часть задания. Здесь видно, что структура частично, практически полностью взята из джанга. То есть, есть милдвер, есть базовая модель, от которой наследуется основная модель. Ну, дальше я пока не разбирался. Ну, то есть, структура взята надежная, которая будет работать. Второе задание. Базовое, более простое. Расскажите все, что поймете о параметрах. Это то, что в скобочках. Все, что найдете. Следующее. Так как вы изучали джанга, мы откроем джанга. И я вам дам совершенно сбитое и простое задание. Откроем код джанга. Я вам дам файл шоркат. Вы как раз проверите себя, насколько вы понимаете функциональное программирование. Это вторая ссылка. Вам надо расписать все, что вообще вы понимаете о функциях. Все, что вы видите в этом файле. Все, что на данный момент учитывает ваши знания и считает важным о функциях. Опираться можно на документацию к этому. И на документацию к этому. Вот она находится здесь. Ну так же кроме всего прочего кроме всего прочего Пожалуйста, распишите параметры. Распишите параметры как вы их понимаете что они собой представляют и как по-вашему что они должны делать. Желательно рассказать с примерами кода. Пусть этот код будет скопирован отсюда. То есть первое задание прикликается вторым. В любом случае сейчас весь упор у вас делается на параметры. Следующая часть задания последняя которая уже была. Вот у вас документация я ее давал ранее. Распишите на свое усмотрение что вы считаете нужно смотреть в документации что она вам говорит но самое главное что вы смотрите в документации что вы должны понять в документации какие вы вы должны вынести иными словами просто на сегодняшний день вот ваше понимание документации и сами для себя ответьте вы бываете там или нет и в принципе пока хватит после присылаете в формате желательно конечно Jupyter ноутбук в формате либо в формате спай пока все мы уже будем понимать что к чему и что нам делать дальше программирование довольно несложная вещь я хочу понять не я хочу я хочу чтобы вы увидели какой у вас подход есть ли у вас система работы с кодом каковы каковы ваши знания потому что на самом деле Володя вот я фастапи не интересовался я вот по сути дела открыл ее сейчас первый раз но библиотека не должна иметь значения потому что конструкции языка они везде одинаковые надо понять логику что люди хотели выразить и все да посему но тем не менее я вам сказал порядок который я видел бы вот вы действительно пошли на курсы если вы знали язык это одно если вы просто пошли изучать фреймворк да то получается там джанго а IP мы уже берем напоследок при этом у нас должно быть что знание Python на хорошем уровне если мы собираемся работать с IP с Python вообще проблем не должно быть функциональное программирование ООП прекрасно поставлен и все прочее но это все делается за определенное время но дело следующим образом что вырабатывается система работы с кодом система работы с кодом это мы уже будем говорить позже да сейчас наша задача понять какая у вас наша с вами задача вам понять какая у вас система работы с кодом от чего вы отталкиваетесь и после получения задания нам будет понятно пока все что дело не это